Европейский север, Кольский полуостров, Карелия. Здесь чаще, чем где-либо, встречаются комплексы многотонных камней-сеидов, установленных неизвестным народом в доисторические времена. Проблематика таких простых, на первый взгляд, конструкций, как валун, установленный на камни-ножки, оказалось вовсе непростой. Зачем древние обитатели Арктики возводили среди бескрайней тундры удивительные каменные конструкции, получившие поэтическое название «летучие камни Лапландии». Сейд — это валун, поставленный на маленькие камни-подставки. Сверху большого валуна иногда положен один или несколько меньших камней, сложенных пирамидкой. Размер сейда от десятков сантиметров до шести метров в диаметре, соответственно, весом от десятков килограмм до десятков тонн. Сейды встречаются в таежной и тундровой зоне поодиночке и целыми комплексами, насчитывающими сотни штук. Чаще на возвышенностях, скалистых лубах, берегах рек и озер, островах, уступах, террасах и урочищах. В европейской части Русского Севера насчитывается тысячи сейдов — от северных берегов Ладожского и Онежского озер до Баренцева моря. Специалисты считают, что сейды — это культовые камни-саами, у которых те делали жертвоприношение, прося, например, у духов Акуруви удачу в рыбной ловле, духов Мец — успешные охоты. Считалось, что все дарованное сейду возвратится дарителю. Других объяснений столь экзотических конструкций нет. Но кто построил их? Ученые выдвигали версию природного происхождения, то есть камни переносились ледником и вымыванием породы. Сложно представить ледник, способный в одном месте аккуратно поставить на подставки сотни камней, а прочие просто раскидать на десятки километров вокруг без всякой системы. Рукотворность сейдов бесспорна. Наличие не только некой разумности, но и инженерной, а также эстетической мысли подтверждается наличием одинаковых по строению сейдов и возможностью объединить их группы. Например, в виде камня с одной стороны приподнятого на булыжник подставку или камень, полностью поставленный на камни подставки количеством от трех до десятков. Встречаются камни, сверху которого установлен один или несколько камней – шапки или пирамидки из небольших камней на вершине валуна. Сейд, где камень установлен на ребро или узкой частью вниз. Одиночно встречаются и совершенно уникальные конструкции. Маленький камень на подставках, расположенный на большом камне на подставках. Камень сейд на двойных подставках-кладках. Конструкции из нескольких камней, поставленных друг на друга. Сейд на подставках и над трещиной. Сейды, установленные под углом до 45 градусов на скалах. Также среди северных мегалитов отчетливо прослеживается традиция увенчивать сейды именно белыми камнями. Ученые разделяют два типа камней – зооморфные, посвященные духам, которые молились перед охотой, и антропоморфные – духам предков. Да, некоторые сейды похожи на птиц и животных – леммингов, волков, кошелотов, бегемотов, но только в определенном ракурсе. Но большинство сейдов ставились без учета быть похожими на известных живых существ. Сейды располагаются по одному, группами по несколько штук и массовыми скоплениями – от нескольких десятков до сотен. В малонаселенных и относительно труднодоступных местах, где проходят геологические разломы и сейсмически активные участки места землетрясений, наличие в геологически активных точках неустойчивых камней явно было зачем-то нужно древним людям. Причем это требование было главным в полярном мегалитостроении. Получается, что строители сейдов делали упор именно на некое непонятное нам знание, а не воротили валуны от безделья, величие своих возможностей ради. Без леса и вершины лысые горы часто становились сакральными точками многих народов мира, в том числе и сами. На разных языках Скандинавии у этих северных лысых гор свои названия в русском языке последнее стало прообразом слова тундра – полярная степь. Но сейды не всегда расположены просто так, на эффектных местах. Пока удалось выявить несколько простейших схем в их расположении. Это прямые линии, квадраты, очень редко треугольники, круги. Причем иногда круг составляется не только из крупных камней, но и кладок мелких. Вывод очевиден. Тем, кто возводил сейдовые комплексы, было известно о простейших геометрических понятиях – линиях, кругах, симметрии. Ведь если сейды ставились в круг или по линии, то это было для чего-то нужно. Значит, строители имели смысл делать именно так, а не иначе. Кроме четко опознаваемых фигур, чаще встречаются и совершенно неидентифицируемые выкладки – бессистемные, но явно рукотворные. Что значило и какие законы отражала эта каменная геометрия?